На финишную прямую вышли строительство и благоустройство Московского Центрального Кольца. Железной дороги, которая фактически станет еще одной линией метро. Мэр столицы Сергей Собянин сегодня проверил, как идут работы. Реконструкцию магистрали, которая раньше использовалась для грузовых перевозок, начали в 2012-м. Дорогу электрифицировали, полностью поменяли пути, построили новые и реконструировали старые станции. Среди них есть исторические объекты, возведенные более ста лет назад. Движение планируют запустить уже осенью. Это очень важное направление, так как оно разгрузит частично действующую Московскую Кольцевую. Как вы знаете, страшно перегруженная центральная часть радиальных направлений метро. Вокзалы Москвы. Многим пассажирам уже не потребуется ехать в центр, они будут пересаживаться на МЦК. Часть радиальных направлений железной дороги разгрузится. Так что это так или иначе будет влиять практически на каждого второго москвича и на многих людей, которые приезжают из Подмосковья и других регионов в Москву. По московскому центральному кольцу будут курсировать современные поезда. Часы-пик, интервал между ними составит 6 минут. Но самое главное, людям, которым необходимо добраться на соседнюю линию метро, не придется ехать через центр. Мы прямо ждем, не дождемся, когда она откроется. У нас очень удачный переход будет с рыжей ветки. Сейчас я на работу трачу где-то примерно час лишним, а если буду пользоваться этой схемой проезда, я думаю, что я буду тратить минут 20-25. Всего на новом кольце будет 31 станция. 17 из них соединят пересадками с метром, еще 10 с железнодорожными ветками. Пересесть с одного вида транспорта на другой в течение полутора часов с момента первого прохода можно будет бесплатно.